Девушки отдыхают Но сегодня всегда я пришла, чтобы построить свою любовь. И со мной пришли мои лучшие подруги, Алена и Светлана. Наталья, 28 лет. С первым возлюбленным 5 лет выстраивала отношения, но когда подошло время к свадьбе, она поставила точку. А ради второго избранника она не смогла принять другую веру. Наталья генеральный директор крупной компании. Имеет три высших образования, любит активный отдых и путешествия. Каждый год празднует день рождения в Италии. Мечтает бросить работу и посвятить себя семье. Наталье не нравится мужчина без чувства юмора. Выйдет замуж за образованного и самодостаточного человека, который с уважением относится к семейным ценностям. Здравствуйте. Я хотела преподнести небольшие сувенирчики. Спасибо. Прелесть, прелесть. Спасибо. Странно, но она не похожа на фотографиях на себя. Совершенно. Да, действительно. Но может быть она немножечко вставая фотография. Смотрите, вам не жалко было пять лет тратить на мужчину и в результате не выйти из него замуж? Или копили опыт? Вы знаете, наверное, это было первое отношение. Это были, наверное, именно опыт. Приобретение опыта такого. Ну, давайте будем относиться к мужчинам как к людям, правда? Да. Он-то был в курсе, что вы накапливаете опыт? Нет. То есть он вам и предложение делал, и замуж вас звал. Ну, как-то о нём тоже хочется подумать. Для него это, наверное, был удар. Я, в принципе, ему честно об этом говорила. То есть я не скрывала о том, что у меня не было тех эмоций, чувств, какие он испытывал ко мне. У нас, ну, постепенно, постепенно я начала привыкать, привязываться к человеку, потому что человек настолько внимательный, настолько заботливый. Он просто одарил меня своей любовью, окружил. Кроме него у меня никого, грубо говоря, он полностью с твоей любовью... Это круто. Вот я всегда сдавалась, кстати, как отражала. Сама не могла влюбиться. Вот если меня мужчина так упорно добивался, обхаживал, то я как-то начинала любить. А мужчина, кстати, все всегда говорят о том, что любую женщину можно и соблазнить. Почему? Только во время разное и подарки. Ну, вообще, это так здорово, правда, когда мужчина ухаживает, добивается. Но он гарантии даёт, что ты ему важна и нужна. Нет, симпатичная, но... Все-таки на фотографии, наверное, интересно. Надо посмотреть. Он вас добился, потому что сильно любил. Да. И я, если честно, немножко, наверное, где-то сожалею. Вот, ну, когда прошел уже период времени, я где-то, наверное, сожалею о том, что вот так все произошло. Вот решающей такой фразой в наших отношениях было, наверное, вот, ну, грубо говоря, точкой. Когда он мне сказал о том, что ты знаешь, а ты сильнее меня. А знаете, как женщине слышать о том, что она сильнее не физически, нет. В какой ситуации? В какой ситуации? Через одну невеста приходит и рассказывает, что она морально сильнее. Морально сильнее, это когда на войне солдат вдруг начинает плакать и говорит, нет, я в атаку не пойду. А медсестра тащит его на носилках и за Сталина, за Родину, вперёд. Понимаете, в этом я поняла, что здесь её моральный дух. Вы в чём были морально сильнее его? Его было сильнее в том, что, во-первых, так же начал парк карьерной лестницы. Он, когда мы познакомились, был обычным менеджером. Когда я его постепенно-постепенно двигала, двигала, я говорила вперёд, вперёд, вперёд. А куда? Он кем стал-то? В итоге он стал генеральным директором одной из представительских... Наташа, а вы понимаете, что жизнь длинная и в смысле карьеры всё пунктирное? У вас то всё идёт ровненько, то провал. Не бывает так, что ты закончила институт, и у тебя всё круто до горбовой доски. Даже звёзды падают, понимаете? Поэтому никто вам из старших товарищей не подсказал, что, Наташа, ну ты сильно не расслабляйся. Знаешь, кто-то долго запрягает, кто-то тише едет, но зато к финалу быстрее приходит. В основном, все мы люди, мы одеваем на себя какие-то маски. Но не её эта маска, не вижу я, как сильная такая женщина. В этих отношениях я была юная, честно могу сказать. Я была юная, я была ребёнка в этих отношениях. Наташа, ну сегодня понимаете, что вот эти были ваши косяки? Да, я понимаю. Я это поняла после того, как прошли 5 лет. Я поняла, я сделала анализ ошибок, то есть не просто так эти прошли 5 лет. А вот, кстати, Наташа, зачем вы его учили? Готовить, стирать, убираться. В результате научила. Так вот о чём и речь. А зачем? Ну, чтобы он был самостоятельный. Он был не самостоятельный, он поздний ребёнок в семье. И он был, мама всегда всё за него. Даже вот элементарно могу привести пример, который у нас сложился. Мы приехали к нему домой, и у мамы оборвалась занавеска, довольно-таки высокие потолки. Я говорю, Серёж, повесь. А он, ну, мама сразу, нет-нет-нет, Серёжечка, сиди. Я всё сама сделала. А вы для чего тогда там были в этих отношениях-то? Вот вы и должны были готовить, стирать и занавески. Так я работала, училась, и ещё и занавески. Ещё и занавески, правда? Ну, правда, действительно, ещё и занавески. Я не самостоятельный мужчина, это вероятно. С другой стороны, понимаешь, это же она этого мужчину себе выбрала. Чего пенять, да? Вы с ним расстались, потому что вам всё надоело, и вы его разлюбили. И тут вам встречается мужчина, старше вас намного. Да. Женатый, с тремя детьми. Расскажите эту историю. Мы с ним встретились, я ещё была в отношениях, непосредственно в первых отношениях, когда мы встретились со вторым, но я в тот момент не обратила на него внимания. Он довольно-таки, ну, на мой взгляд, ну, вообще человек, не привлекающий внимания. Страшненький, старый. Да. Анасис был маленький, страшный, лысый, но очень богат. Очень старый, очень богат. И когда у нас начались с ним отношения, то есть он активный. Ну, вы знали же, что он не срабочен, у него троих детей. Да, он не срабочен, с самого начала. Но поскольку он в восточных крови мусульмане, он сказал, что «А с тобой с Беленькой ничего не мешает мне так же завозить детей». Ну, да. И вы, в общем-то, быстро съехались, стали вместе жить. Да, он сразу ко мне приехал, и мы начали быстро жить вместе, всё. Но сказал, что не уйдёт от своей. Нет, первые полтора года у нас он максимум в месяц 2-3 дня уезжал. Максимум на 2-3 дня. Всё остальное время, 2-4 часа в сутки он проводил со мной. Чтобы жена не дать жене засохнуть, называется. Да, 2-4 часа в сутки он проводил со мной, и не было никаких вопросов, то есть никаких звонков, ничего. Прошёл полтора года, и у нас состоялся такой серьёзный разговор, он мне предложил два варианта. Или же я принимаю мусульманство. Ислам, да? Да, ислам. И тогда буду второй женой. Или же... А кто он был по национальности? Дагестанец. Вы от такой чести обомлели, конечно. Да. Нет, но вы, в общем-то, для вас не было никаким шоком, вы даже подумывали, несмотря на то, что ваша семья и мама были против. Категорически. В общем-то, вы такую возможность не сбрасывали, да, со счетов? Я знаю то, что отец бы никогда этого не принял, и это было бы серьёзно. Он и не знал ничего. Да, он и не знает до сих пор ничего. Беленькие девушки и женщины такие страшненькие в этих платках. У них, получается, одутловатое лицо такое, закрытое. Знаешь, как это называется? Хиджаб. Хиджаб, да. Так они не идут белым женщинам, но не идут. Мы не прикрасим в чёрный цвет, вот. Не знаю, не подходит она к нему. В общем, дорогая моя, глаз горит, 28 лет, и такого опыта набралась и другого. Слава богу, что не родили, потому что никакой бы вы второй женой не были, вы были бы очередной русской дурой, неуважаемой, неуважаемой в первую очередь. Девочки, я что-то не видела, чтобы женщина с мусульманским вероисповеданием вышла замуж за христианина, сняла платок, надела короткую юбку, потому что себя уважают. Ну, уважайте себя, в конце концов. Наташенька, мне нравится, что вы на свою территорию никого не пустите. Правильно. Это ваша преданная подушка безопасности, то есть мы пойдём на его территорию. Или общую территорию создадим. Ну, общую территорию-то он должен создать. Значит, не бедный нужен нам. Правильно я понимаю? Ну, в принципе, наверное, да. А почему так бережёте свою территорию? Все мои мужья жили в моих квартирах. Ничего плохого я в этом не вижу. Все. Я считаю, что это прежде всего родительская квартира. То есть, ну, квартира, которую купили родители. Для вас? Ну, для меня, но в любом случае это их квартира, и я не претендую... Ой, какая хорошая отмазка. Правильно, пускай девчонки на вооружение берут. Когда там женихи начинают пристраивать, сказать, это моя квартира, но это родительская, конечно, квартира. Скажите, пожалуйста, тогда, Роза Абрамовна, а вот когда родительская квартира, подаренная сыну, и тоже приезжает из Каменогорска девушка и говорит, что это значит родители квартиры? Я здесь живу уже, я имею на неё, я вообще хочу здесь прописать, я хочу быть одним из собственников. А вот здесь родители похитрее должны быть. Вроде как доча там прописана, а дарственная ещё не готова. И как по закону, раз, вроде как можно, а в тужереме нельзя. Да, а вдруг раздежались? Нет, а когда девушки раздевают молодых людей, то есть это нормально, да? Контролировать надо. Надо, чтобы не там, не там. Пускай сынушка думает, что его, а на самом деле, вот когда глазки закроем, вот тогда его будет. Потому что все, понимаете, жизнь длинная, разводы частые, поэтому каждый должен оставаться при своих интересах. Ну, одноваленно, пустила в квартиру, а теперь что-то наотрез не хочет. Обожглась. Странно, но обожглась, да, походу. Еле выгнала, наверное. Ты к себе или? К себе. Конечно, к себе, а куда ещё? Да здесь другого варианта же нет. Наташа, как вы сами думаете, как у вас характер? Вы какая? Знаете себя? Вы знаете, наверное, я эгоистичная где-то. Потому что единственный ребёнок в семье, это дало о себе знать, единственная внучка, единственная... Ну, если вы это признаёте, значит, вы как-то работаете над собой. Естественно, работаю. И как проявляется ваш эгоизм? Вот вы, например, сидите на дне рождения, и всего, я не знаю, там одна розетка с чёрной икрой. Вы её подвигаете в семье? Нет, нет. Нет. Какая вы эгоистка тогда. Борис подвигает. Я всегда, я никогда, что, что касается, ну, я имею в виду каких-то таких моментов, нет. Я в том плане, что вот я хочу так, чтобы было там не чёрное, а зелёное. Ну, нет, значит, вы просто спорщица. Ксеной? Я уже и сказала, что всё будет по-твоему, да, уже хватит, замучила. Вот понимаете, что нельзя таким образом выстраивать отношения? Если вы будете всегда доставать мужчину, заставлять его делать по-своему, и вы ему станете неинтересны, и он вам станет интересен. А вот я правильно, Наташенька, поняла, что вы всё-таки хотите взрослого мужчину? Да, наверное. Вот по опыт всем вот мусульманинам, да? Да, потому что я поняла то, что человек, который... Вы замуж за папу хотите? Нет, не за папу. Как я имею в виду, а образ отца, который у вас перед глазами стоит, который вас любит, обожает. Ну, вот мы часто на программе так говорим. Вы знаете, самое интересное, что, наверное, мир перевернулся, правда. Мне всегда казалось, что молодые должны, ну, если вы успешные, соответственно, мы тоже подбираем вам молодых, красивых, успешных, детей должны, дети должны молодых рождаться. Ну, вот хотите вы этих взрослых пап, и хотите. Ну, в конце концов, может быть, как раз и нужно для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно, уж очень вам не хватает вот этого внимания. Пацаны, конечно, молодые, вряд ли это могут обеспечить. Я, конечно, ступлю на горло собственной песне. Чтобы я была слабой. Хочется стать слабой, в конце концов. Подходишь к ней, ты рождал, говоришь, милая, я все на тебя сделаю, она будет твоя. Вам хочется быть не слабой, а вам хочется быть такой капризулькой, противной. А мужчина, ему хочется молодого тела, и он согласен закрывать глаза на ваш дурной характер, на ваше занудство, на все, потому что он думает, придет ноченька, и рядом со мной будет лежать вот это тело прекрасное. А больше мне по-стариковски ничего не надо. Лариса, ну каждый ведь идет за счастьем. Поэтому, ради бога, ради нам жалко. Ой, такое количество дядек приходят к нам и хотят молодых, так что... Потом, какая вы молодая, 28 лет, нормально, найдем. Я тоже думаю. Ну, нет, нет. Любовь к человеку можно разбудить. Например, каждое утро... Разбуди. Каждый утро, например, говорить красивые слова, например, кофе, например, днем, например, красивые слова, помогать во всем. Она узнает, что такое любовь, она начнет сама любить, искренне. Ваш управитель гороскопа, Меркурий, в соединении со звездой Кастер. Если греческими мифами увлекаетесь, то знайте, что это смертный из двух близнецов. Один был бессмертный брат Полукс, и вот второй был смертный. Ему потом повезло, потому что брат с ним поделился частичкой бессмертия, но изначально он был как бы обижен. Вы всегда в любой ситуации изначально будете на вторых ролях, или изначально будете чуть-чуть обиженной. А потом вы можете из этой ситуации получить больше, чем кто бы то ни был. Потом в ваш адрес будут и благодеяния сыпаться, и кто-то будет чем-то поступаться. Поэтому я вас призываю для начала мужчине уступать, хотя бы для начала. А потом уже вы получите больше. После рекламы женихи проявят свои лучшие качества. Оцените вместе с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите, давай поженимся. У нас в гостях Наталья. Встречайте первого жениха. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Наташа. Рад тебя видеть. И хотел бы с тобой познакомиться. Спасибо. Просто и не знание. Не знаю вашего имя. Нет, Дима. Дмитрий, приятно познакомиться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, ой, ой. И то, что вы сели не на место жениха сразу, а на место обычное для сватов, многое астрологу говорит. Может быть, не готовы жениться? Нет, наверное, все-таки с двух сторон подхожу к вопросу. Растерялся он, ладно, ладно. Конечно, не запомнил мизансцену. Пришли без сватов. Прекрасно. Мы будем вашими консультантами. Давайте на нас посмотрим для начала. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий, 31 год. Менеджер по работе с ключевыми клиентами в крупной торговой компании. Любит гонять на машине по городу и кататься на роликах. Гордится тем, что он легок в общении и предупреждает, что никогда не будет гладить вещи. Мечтает отдохнуть на Мальдивских островах. Дмитрий дважды пытался построить семью, но с первой девушкой он устал выяснять отношения, а вторая предпочла ему другого. Надеется, что с Натальей у него все получится. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что я человек такой активный, вокруг себя собирая людей. Конечно, активный. Пошел за сигаретами, вернулся на следующее утро. Дорогие не нравятся. В этом активный? Нет, конечно. Но, опять же, друзья, которые постоянно куда-то приглашают, собирают. Я, конечно, старался вот с собой, но она говорит, нет, вот давай там вместе, вот, вдвоем наедине, романтик. Ну, типа, полежим. Да, вот, полежим, посидим, будем дома гладить, стирать. А что ж вы лежать-то не хотели? Ну, одно другому не мешает. Вот, можно и полежать, и... И потом на тусовку? Да, я потом на тусовку. Он педант. Вот, вас услышат, он говорит, я уже два раза услышала, я гладить не буду, мы будем дома что-то гладить делать. Все понятно. Вы были молодой, вы должны были нагуляться, прежде чем жениться, естественно. А девушка уже была готова к браку. Мне кажется, в этом была проблема. Ну, возможно, да, потому что еще огонь и горел, и в душе хотел приключений. Хорошо, Дима, вы сказали, что вы вели себя по отношению к той девушке, как плохой мальчик. Ну, да, образ плохого мальчика. И мана вас оставила, или вы все-таки от нее ушли? Происходил так, такой, Санта-Барбара, она выходила три раза, вот, я возвращал, цветы там... А для чего возвращали, если жениться не собирались? Скучно. Ну, хорошо, когда расстались, у вас появилась другая девушка, и вам показалось, что вот это и есть любовь, самая настоящая. Ну, в принципе, да. И тут девушка уже на вас отыгралась. Она вам показала, каково это ждать до утра, не зная, где вы и что с вами, да? Да. Как вы подозрили ее в неверности? Бумеранг, в общем, вернулся. Правильно, все мотайте. Как узнали-то? Да, ну как, сначала какие-то были такие странные телефоны, там, задержки на работе. Начал человек отдаляться потихонечку. Вот, начались там командировки, вот, там поездки. Ну... Скажите, а что ее тогда держало рядом с вами? Удобно? Потому что вы мягкие, прекрасные, заботливые, у вас хорошая. Я был сильный, начерт не изменяет. Почему? Ну, обычно девушка, если загуляла, так она не связана никакими обязательствами и уходит к тому, с кем загуляла. Ну, как мне вот напоследок сказали, что мне было страшно тебе сделать больно. Ты вот такой добрый, вот, и открытый. И на сколько хватило вас в отношениях во вторых? Отношения три года. Да. В прямом смысле бумеранг три-три. А может быть, она загуляла, чтобы вызвать у вас ревность и чтобы вы ей сделали предложение? Или не заходило об этом? В тот момент, когда уже все вскрылось, ну, уже сели, обсудили все вопросы, ну, взрослые люди, в общем. Угу. Вот. Я говорю, что тебя не устраивает? Вот, замуж, не вопрос, как бы, садимся, едем, заявление, все. Угу. А она что? Она говорит, нет. Поздно, Димон. Да. Ну, не доследил, перетусовался с друзьями, не заметил, как женщину из-под носа увели. Так он, может быть, тоже в командировке не один летал. Тоже такое возможно. Ну, хорошо, Наталье нравится? Наталья, да, она очень интересный человек такой. А перспектива не работать вам как, нравится? Ну, не совсем. Перспектива не работать? Ну, не совсем. Если вот вы женитесь на девушке, которая дома сидеть будет, за вами будет ухаживать, детишка будет рожать, требующих образований, это вам не просто. Так, у нас какие бы он бонусы? Да, нет. А зачем, для чего нужно было получать образование? А потом, мне кажется, если... В нашей жизни не работать, умрешь со скуки. Через какое-то время, ну, вдруг разладится. Ну, во-первых, я не то, что буду полностью сидеть на шее, грубо говоря, своего мужа. А мы не бедные. У нас фирма есть. В любой момент я не закрываюсь. А, то есть, у вас есть свой бизнес? Конечно. Ну, тогда о чем мы говорим, ребят? Ну, тогда о чем мы говорим? Можете позволить? Ну, нет, конечно, тогда да. А вы готовы? Вот как вы будете с тестем в будущем налаживать отношения? Единственная дочь, конкуренция, мама не горюй, тем более она не бедная. Как будете поражать и чем? С тестем еще понравится. Ну, посмотрим. Папе на мнение, это важно. Надо увидеть сначала тестя, как его поразить. Наверное, все-таки самый, как бы, беспроигрышный вариант, наверное, искренность. И то, что вы хороший человек. Да, вот. Потому что, как бы, не надо придумывать... Ой, так он говорит порядочное, погиброверь. Есть это то, о чем вы жалеете? Ни о чем из прошлого не жалею. А вот я вам назову одну причину, по которой вы жалеть будете в будущем. Вот смотрите, я же про тести не просто так спросила. У нас денег вон своих хватает. А вы шо, жадны, что ли? Пришли, это же, по сути, сговор у нас идет здесь. Где цветочки? Вот шарфик вы на шее себе повесили. А цветочки где? Вот цветочки забыл. Вот, я спешил. Вот. Спешили ли? Просто, ну, не ответы ли это. А я такую информацию знаю, что не спешили вы. Вот вы же, говорит, за честность искренне. Хотел проверить вашу искренность. Вам предлагали, напоминали даже, цветочки купить. Что ж не купили-то? А-а-а. А-а, ну, что, просто так мы здесь сидим, да? Ну, как будете, выходите в ситуации. А в как? Какие? А я бы, ну, на месте бы, допустим, если я была бы, ну, там, не папой, конечно, мамой. Вашей искренно сказать, ну, Роза Раиховна, просите. В следующий раз, если позволите, шанс дадите. Правда. Вот такие букеты. Считай, что он тебе это сказал. Хорошо? Может быть, он сейчас компенсирует сюрпризом, который приготовился для Натальи. Да? Да. У меня, Наталья, сюрприз. А-а-а. Ты любишь Италию. Какая прелесть. Вот. И все, что связано с Италией. Вот. Какая прелесть. Итальянские бокалы. Нет, да, красивые, я не спорю, но как-то они не всем. Хочешь показать намек на свадьбу? Подари женщине красивое кольцо. Ну, ладно. Зачет. Зачет. Держи, милая. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Очень красиво. Спасибо. Спасибо. Вы достойный жених, поэтому послушайте сейчас в своей комнате, что мы будем о вас говорить. Заходите. Спасибо вам огромное. Девчонки. Понравился жених? Понравился жених. Мне кажется, очень искренне приятный, прям расположен. Вот только не поняла, готов ли он к детям, к семье. Я думаю, готов. Он такой весь теплый, так располагал. У него уже есть опыт. Он действительно открытый человек. Ничего не скрыл, все рассказал. А вот, говорите, в связи с этим у меня вопрос возник. Вот, девчонки, ну как дать понять, ну, больше, конечно, для наших зрителей, для вас, девчонки, вот как дать мужчинам понять, что вот неинтересен он уже? Ну, как вот? На каком этапе неинтересен? Ну, на этапе отношений уже, вот, ну, вот принимала, принимала, а потом, ну, вот так вот уже. Мне кажется, искренне надо сказать. Правду сказать, правду сказать. Изменить может быть? Нет, я думаю, надо сказать правду. Или еще что-то. Надо найти какую-то... То есть ты правду говоришь? Да, если у меня четвертый муж. Ну, конечно. Есть масса способов сказать. Всегда можно посадить, посмотреть в глаза, рассказать. Если буквально посадить? Да. Ну, нет, конечно, Рост, не буквально. Хочу, чтобы все честно, хорошо. Давай разойдемся. Дмитрий, человек на самом деле, имеющий в себе внутренний стержень, он способен быть настойчивым. И он всегда поступает ровно так, как он сам хотел бы. Все его истории с женщинами и тому доказательства, ну, я думаю, что если вы захотите узнать его поближе, вы поймете, что я права. Он человек, который делает только так, как хочет, а предложение брака, когда девушка из него веревки вела, уже было сделано на последнем этапе исключительно, чтобы удержать. Потому что, опять же, его желанием было ее удерживать. Он очень боится не состояться, он всегда будет стараться двигаться в карьере, он очень любит производить впечатления. Но только не делая приятно окружающим, а показывая себя. Я думаю, что если с предыдущим молодым человеком вас расстраивало его отсутствие амбиций каких-то, и вам приходилось его двигать, здесь все в порядке, здесь человек будет двигаться сам. Тем более точно, Наташенька, любить тебя будет больше, чем ты его. Правда, это не всегда плохо. Вот так вот. Сама он привыкал, привыкал, и он полюбил какого. Да, согласна. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас у тебя Наталья. Встречайте второго женского удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Красота и аромат цветов прекраснее на всей земле, а красота и улыбка девушки прекраснее во всей вселенной. Это вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня зовут Ильдар. Приятно познакомиться с Ильдаром. Проходите. Я думаю, ее папа точно не одобрит. Проколотые уши, проколотые брови. Уберет. Папа. Папа. Папа уберет. Здравствуйте, Ильдар. Здравствуйте. С кем вы? Я с Алисой и со Светой. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас получше. АПЛОДИСМЕНТЫ Ильдар. 30 лет. Массажист и герудотерапевт. Много работает, и поэтому в выходной день предпочитает оставаться дома, чтобы отдохнуть в уютной обстановке. Увлекается рыбалкой, коллекционирует монеты разных стран, гордится своей профессией и мечтает увидеть море. Ильдар был женат, но когда встретил свою первую любовь, не смог справиться со своими чувствами и закрутил роман. Признался супруге в измене и подал на развод. Надеется, что Наталья – романтичная девушка, которая его поймет. АПЛОДИСМЕНТЫ И откуда вы такой красивый? Из города Ульяновска. Да? Купи его, да? Из ваших? Хочу понять. Из татар? Татарин? Да, татарин. А татар сейчас в лесу знаю? Татар сейчас в лесу. У меня рад. А теперь я уже знаю, кому рекомендуют розы в программе. Можно не вызывать? Не пад. Не пад. А он разве не мусульманин? Она же не захотела уже за мусульманин один раз. У вас же все было хорошо. Смотрите, вы любили девушку. Да, я любил девушку до армии. Мы с ней встречались на протяжении двух лет. И за эти два года я ни разу ее не поцеловал, не обнял. Очень стеснительно. Уехал в армию. Она была русской девочкой или татарской? Она тоже татарка. Татарка с армии. Приехал, и мы решили... Ну, я ей предложил стать моей девушкой. Она согласилась. Я уехал в Москву на заработки. Но потом получилось такое недоразумение, когда я позвонил ей и сказал, что давайте справим Новый год вместе. Она сказала, что я с друзьями справляю. И у меня разыгралась обида, вот это все. И я решил уехать на Новый год с коллегой, с девушкой. У нее, оказывается, были чувства ко мне, но я не замечал этого. Ну и... Ну, в Новый год все случилось, все чудеса. Да, в Новый год все случилось, вот. И мы решили потом жениться. Как честный человек. На русской девушке или тоже на брат? На русской. На русской девушке. Молодец, благородно поступил. Возвав родился у вас ребенок. Да. И все у вас хорошо. Что вас опять в Москву-то вдруг потянуло от жены и ребеночка? Ну, постоянные заработки, как бы, чтобы семью обеспечивать. А почему жену с собой не взяли? Кто не хотел? Она или вы? Во-первых, мама там, ну, теща. Вот. Она ближе к маме своей, вот. И как-то более спокойный город, вот. И ребенку лучше там. А как они такого красивого и такого модного вас могли отпустить к телам в Москве с такой-то профессией? Ну, я такой человек, она знает прекрасно, что я сам никогда в жизни не знакомился. Ой, да ладно, татарская кровь-то. Кто-то тут рассказывает сказки, прямо где что-то все отверят. Я ни разу не знакомился сам. Высокие, высокие отношения. Ну, короче, вдруг в один из вечеров ретевое взыграло, захотелось отношения и нашел свою бывшую, ту, которая обидела. Вспомнил ее, да, позвонил, и мы решили с ней встретиться. И не успел закрыть ноутбук, как звонок в дверь. И мы, как бы сказать, я все эти годы ни разу не прикасался к ней, ни разу не целовал, боялся. Я боялся. И тут оторвался, короче, уже с опытом. Ребеночка-то уже сделал, понимаешь? Показал девушке небо в алмазах. Но она уехала. Да, она уехала. Рыдали оба у вагона, да? Получилось так, что и у нее, как бы, ну, чувства и у меня, но не сложилась жизнь. Она сказала, я выхожу замуж, Эльдарчик. Да, она уходит замуж. Как в песне «Нелегальная ты наша любовь». Когда-то ты так сделал, теперь я так сделаю. И вот она, сволочь, поехала к своему законному жениху, за которого выходила замуж. А вы такой дурачочек, к сповинной, к жене. Зачем? Нашел, молчи, потерял, молчи. Зачем? Конечно, это интересное его качество, то, что он все-таки признался в своей измене, потому что далеко не каждый мужчина сможет решиться на такое. Эльдарчик, скажите, когда вы ей признавались, вы какого хотели, какой реакции хотели? Честно. Реакции? Что она вас пожалеет и скажет, ну, было, и давай теперь начнем с чистого листа. Я ожидал реакции, что она поймет, она знала просто про нее. Поймет и дальше, что дальше, вот дальнейшие ее шаги. Да, свободно, развод. Да, свободно, развод, да. А, то есть вы с ней не собирались дальше жить? Нет. Это была причина для того, чтобы с ней развестись? Да. Но ведь та ваша первая любовь сказала, что она выходит замуж, и вы ей не нужны. Или надеялись, что вот разведясь, вы ее вернете? Нет, я просто изменил жене, и уже не мог как бы принять жену еще ближе. Хорошо, а не добивались свою невесту бывшую? Не добивались, не испортили, не явились на свадьбу? Нет, я не явился, потому что... А почему? Натешились? Она выбрала его, вот, она вышла замуж, вот. Я была рада, что она все-таки сказала, что у нее есть чувства, но не быть нам местным. Скажите, а зачем вам с этой падшей женщиной, которая накануне свадьбы изменяет своему жениху, выходит за него все равно замуж, она абсолютно падшая и развратная, вы до сих пор с ней созваниваетесь, обсуждаете какие-то фотографии, делитесь с ней, зачем она вам в принципе нужна? Вот смотрите, Ильдар, если у вас с Наташей все получится, мне кажется, вот такая дружба с бывшей точно ей не понравится, которая стала причиной вашего развода с женой. Вы будете настаивать на том, чтобы там все прекратилось? Смотрите, наша невеста, своего будущего супруга на своей территории не пустит, у вас квартиры в Москве нет. Нет. Чего делать будем? Снимем квартиру. Пусть ее квартира пустует. Если не пускается... Ну пойдем съемную квартиру-то? Да. Ну хорошая нам квартира-то нужна. А вы вот много работаете, а зарабатываете много? Ну, приятно. А у вас пиявки дома? Я прошу прощения. В клинике. В клинике, не дома, то есть все-таки. Там же еще пиявки. Ну, герудотерапия. Да. Это такой, знаешь, дуримар. Помнишь, у него был сачок и пиявки. Не смущает вас ребенок? Вы понимаете, что часть зарплаты значительная будет уходить всегда ребенку? А, нет. Ребенок не смущает? Нет. Ну хорошо. А что смущает? Есть такой момент, когда вот Эльдар рассказывал о своей бывшей, у меня ощущение, что человек не забыл. В душе он где-то там. Эльдар, если она увидит сейчас ваше бывшее по телевизору и скажет, я хочу к тебе вернуться, честно, положа руку на сердце, примите? Времени много прошло, она уже другая совсем, я другой. Я не могу ничего сказать. Нужно сказать. А мне кажется... Женщине нужно сказать, потому что если хотя бы 10% теплится в вашей голове возможностей, что она вернется и вы заживете вместе. Ну ты же видишь, что да. Да. Отмазы пошли. Конкретного нет, не сказал. Ну это плохо, конечно. Либо любишь, либо не любишь, как бы, третьего не дано. Либо да, либо нет. А у меня другой вопрос. А дети будут какой национальности и вероисповедания? У меня сын русский Никитка. Он... И не мусульманин. Он крещен, а у меня Никитка. Ну вы не татарин. Ну вы татарин. Покажите сюрприз. Покажите то, что вы приготовили. Наталья, я как бы, ну, люблю, когда на девушке, например, украшения. Вот я заметил у вас на руках украшения. Вот. Но на вашей изысканной шейке ничего нет. Я решил подарить вам натурально из камней ожерелье. Вот. И можно одеться? Такое молодея. Спасибо. Спасибо большое. Ильдарчик, спасибо. Проходите в свою комнату со своими подручками. Ты не вернешься к своей бывшей. Зачем ты молчал? Она тебе твоя бывшая, она тебе не нужна. Я считаю то, что человек не отпустил. У него все внутри. Девочки, а вы что скажете? Мне кажется, он какой-то несерьезный. А вы что скажете? Ну, извините, я думаю, он достаточно серьезный, но просто не для Натальи, мне кажется. И его любовь, которую он забыть никак не может. Я бы сошла с ума. Да, да, да. Лариса, вот ты сказала, что ни одна уважающая мусульманская женщина не будет менять религии. Никогда в жизни. Нет. А я считаю, что это имеет отношение и к мужчине, вот это с точки зрения уважения. Я не просто так спросила, кто дети, я не против любви, но я считаю, что родился своей Натальи, значит, надо гордиться. Если дали веру при рождении, то не надо. А ему как-то все равно, не будет ли все равно вообще во всем остальном, когда должна быть принципиальность в очень важных, серьезных вопросах. Не в национальностях тут дело. Вы ожидаете мужчину понятного, он должен быть достаточно загадочным, но для вас прозрачен. А водолей это такой человек, с которым никогда неизвестно, что он выкинет в следующую секунду. И Ильдар из таких экспериментов. Поэтому я думаю, что это не ваш мужчина. Но найдутся женщины, которые любят вот такого рода приключения, он душевный. Подойдет? Да. Впереди у нас третий жених и, возможно, выбор своей судьбы. Не пропустите. Если вы хотите выйти замуж с помощью свекрови и сыграть свадьбу, принимайте участие в новом проекте Первого канала, заполняйте анкету на сайте 1tv.ru и становитесь участником захватывающего реалити-шоу. Если ваш сын одинок и вы считаете, что можете ему помочь с выбором будущей жены, принимайте участие в кастинге нового реалити-шоу и заполняйте анкету на сайте 1tv.ru. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Наталье встретиться с третьим женихом. Проходите. Здравствуйте, Наталья. Очень рада нашим знакомствам. Надеюсь, вы будете мое единство. Спасибо. Очень приятно. Проходите. Здрасте. Посмотрите, как он Ивашка. Он такой миленький. Так, я бы хотел небольшие подарки вам делать, уважаемые ведущие. Спасибо. Дайте знаки внимания. Спасибо. Мы вам передать. Спасибо. Спасибо. Представьте своих сватов. Давид. Валентин. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Сергей, 29 лет. Год служащий. Занимает руководящий пост. В свободное время играет в волейбол и путешествует. Предупреждает, что у него непростой характер, но он готов идти на компромиссы. Мечтает о счастливой семье и финансовом благосостоянии. В жизни Сергея были две истории о неразделенной любви, где он так и не смог признаться в своих чувствах. Надеется, что с Натальей все будет иначе. Вы чиновник, делаете карьеру, да, в работе? Ну, чиновник, гослужащий, да. Вот это вот смутило меня фотографии, где у вас доллары в глазах, правда? В глазах, ага. И правильно так и должно быть. Будет в голове мысль один, значит, в стране богато живет. И ты, когда на пенсии уйдешь, будешь там возле его кабинета на карачках, вспомните меня, вспомните, вы были у меня на программе, подайте денежку. Нет, нет, я те процессы, которые получу от него, мне на всю жизнь хватит. Многие женщины, особенно в те былые времена, мечтали выйти замуж за чиновника. Ну, вы понимаете, что вам нельзя жениться на ком попало, иначе карьере будет йог, по-вашему, по-татарски, да? Ну, наверное. Поэтому вы должны сегодня подойти, так сказать, еще и с головой к выбору невесты. А сами себе вот рисуете, какой бы хотелось. Вот как Наталья, например, что в ней не устраивает, а может быть наоборот. Вот такая ее хватка, одна в семье, хорошее наследство впереди. Ну, в семье должно быть равноправие все-таки, я тоже не потерплю такого, чтобы кто-то... В семье никакого равноправия не должно быть, все должно быть записано на жену, как минимум. Ну, записано на жену. Здесь у нас так, как бывает, что записано все же на жену, а руководит обычно другой человек совсем. Ну, и мы знаем, почему записано должно быть на жену, и почему руководит другой. Кстати, интересный чиновник, вот, вроде как бы на госслужбе зарплаты не такие уж и большие, а часы дорогие. Вы там у себя на работе-то накомандуетесь, домой хотите прийти, и тапки в зубах, любимый? Да нет. Да ладно, тебе что-то прям ходит, кошмар-то трясу. Ой, я тебе серьезно говорю, они такие развратники в основном, потому что им же приходится все время галстучек, знаешь, воротничок на все пуговки. Никогда, галстуки не люблю. А я с хорошими общаюсь. Ты просто к чиновникам, это прям флустолюбцы все скрытые, да? Абсолютно, да. Нет, нет, ну, вот, один из лучших представителей. Молодой еще, потому что. Опыта нет никакого, и не надо, зачем, карьера важна, вот такую девушку и выбирать надо, собственно говоря, как ты сама говоришь, с хорошей семьей, скромницей, с тремя высшими образованиями, с тремя, вот и я говорю, как бонус, как язык знает. Рисует, ты мне пару уже, на свадьбу будете звать, смотри, как пальчиком-то нервно там поступает. Немного нервничаю, да. А что нервничаете, что смущает? Единственный вопрос, Наталья, ты готова отмириться с тем, что на работе задерживались бывают? Вот эта вот проблема очень большая. А мы в Италию работаем. А разве у вас ненормированные рабочие деньги? Ну, у нас ненормированные рабочие деньги, к сожалению. Ну, ненормированные сейчас уже странные, грубо говоря. Поэтому это не проблема, то есть я прекрасно понимаю, что есть работа, и работа это то, что кормит семью. Задержишься не на работе, может, а в бане или в сануне. Да, да. Смотря какая работа. А не будет мешать вам в отношениях с Натальей то, что опыта практически никакого не было? Вот у вас была институтская любовь, а вы так и стеснялись ей признаться в любви. Может, сегодня расслабитесь, если есть такая возможность? Предполагаю, наверное, да, какое-то будет стеснение, в первую очередь. Себя хорошо знаете? Себя? Ну, наверное. А вот есть какие-то скелеты в шкафу, может быть, есть какие-то привычки, с которыми Наталье все-таки придется уживаться? Ну, вредных привычек, какие я за собой не наблюдал. А недостатков? Недостатки? Каких-нибудь. Ну, недостатки, может быть, немного такой ворчливый. Там... Ой, а что, не страшно? Беруша в уши поставила и слушает сниматься. Да, я представляю в семье. Вот я, например, зануда. Я представляю, как моя семейница вставляет в беруши. Да ты что, я же мокнула. Да мне говорят, она же не будет знать, что там беруша-то. Как говорится, ему, а ей все равно. А мне же нужно повторить 10 раз. Ты все понял? Перескажи. Что я сейчас тебе сказала? По губам, что я тебя учусь. Я представляю. Он ей говорит, ну, а теперь неси чай после семейной выволочки. А она продолжает улыбаться. Ну, искусственные эмоции тоже эмоции, правильно? Может быть, ему это и будет идеальный вариант. А еще вы какой-то сюрприз приготовили для Натальи. Я настоящий патриот и, в общем, так скажем, буду любить детей. И для этого выступит хор «Моя девочка». Молодец. 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 Это мой дом. Вот за что любят дом, за что гордят собственным домом. И это тоже наш дом, его забывать не стоит. Как вам жених? Мне понравился. Что вы скажете? Мне кажется, вы несколько нудноват для Натальи. Девочки, ну это специальный, отдельный тип женщины. Жена чиновника. Мне кажется, это не оскорбительно звучит, но мне кажется, вы бы прямо вписались в эту историю. Сегодня чиновники, это же не те, которые были 20 лет назад. Они абсолютно современные, продвинутые. Да, это же здорово. И у них должны быть достойные женщины, потому что вам придется бывать на приемах, ездить, представлять свою страну. Отсюда и вот такой сюрприз не случайный. Со всех сторон показался положительным, со всех сторон. Но в личной жизни у него всегда будет очень непросто, потому что у него личная жизнь будет всегда связана со звездами Скорпиона и Дракона. С одной стороны, очень много страхов у него и, может быть, боится женщин, которые будут его использовать, боится, собственно, непостоянности в чувствах, боится ошибиться сразу, боится делать шаги и быть отвергнутым. Я бы не говорила о том, что он вот такой на поверхности лежащий. А кто простой? Простой-то и не может. Ой, кто из них сейчас приобретает? Меня только одно останавливает от того, чтобы рекомендовать его сразу без поворотов. На него в ближайшее время будут романы, романчики, может быть, не один, а вот женится он вряд ли в ближайшее время. Поэтому пока не могу рекомендовать. Ну, это мы опровергиваем. Ты женишься. Девочки, как вам кажется, с кем будет счастлива ваша подруга? Я думаю, с Дмитрием. Он обаятельный и серьезный молодой человек. И был у него жизненный опыт большой. Прямо притягательный. Он располагает к себе. И мне кажется, с Наташей у них много общего может быть. Он из жизни радостный и в то же время серьезный. Спасибо, что вы скажете. Да, я тоже считаю, что Дмитрий более подходит, Наташа. Вот, наверное, бы кофе попить, пообщаться. Вот, узнать. А сейчас прям так резко что-то менять нет. Ваши впечатления? Все молодые люди очень искренние, на мой взгляд, по крайней мере, очень искренние, очень доброжелательные. Вы сделали, да? Да, я сделал свой выбор. Наташа, вы мне симпатичная. Я за вами внимательно наблюдала за время программы. Вы женщина специфическая. Не каждый мужчина с вами сможет ужиться. Вы уже созрели для того, чтобы создать семью. И в вашей семье все будет по вашим правилам. Если так не случится, вы жить не будете. Единственное, из всех женихов, которые впишутся абсолютно, не будет претендовать ни на вашу площадь, ни на вашу свободу, это Сергей последний. Сергей из тех мужчин, которые с возрастом будут смотреться интереснее. У него очень четкая и правильная программа на жизнь. То, что для ваших детей будет важно. А сегодня очень важно, кто воспитывает и ориентирует ваших детей. На самом деле, у него прекрасное окружение. Мне понравился и Давид и Валентин. Правильное окружение. Поэтому я не вижу ничего, чтобы вам помешало пойти в комнату к Сергею. Потому что с молодым, крученным, верченным, веселым, с парнем вам будет скучно. Как это ни странно. Роза? Я тоже за Сергея. Я вам рекомендую в самом начале взрослого. Сережа очень быстро станет. Он же так взрослый. А очень станет быстро взрослый. И перспектива мне его нравится. Что, понравилось? Понравилась очень, очень симпатичная девушка Наталья. Просто супер. Ну, ты выйдешь за ней, если она сюда зайдет? Выйду. Обязательно выйду. У нас сегодня бриллиантовый выбор женихов. Хотя вы со мной можете не согласиться. Потому что каждый из них астрологически хотя бы чем-то с вами сходится. Вот ни с кем нет категорического противоречия. Но я бы вам советовала Дмитрия все-таки. Потому что он и созрел для брака достаточно. И это ровно тот тип мужчины, который вы долго способны рядом с собой терпеть. Потому что два остальных молодых человека... Ну, Сергей любит женщин другого склада, поэтому я не могу его рекомендовать. Ильдар, думаю, не произвел на вас впечатления отсутствием серьезности. Поэтому остается Дмитрий. Поэтому остается очень скоро узнать, к кому вы пойдете. Проходите. Мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Андрей, 21 год, номер 2800. Генеральный директор конгрессовской компании. Любит готовить кальян и устраивать вечеринки для друзей. Хочет встретить красивую и утонченную леди, которая не станет раздражать его эмоциональными взрывами и истериками. Наталья, 24 года, номер 2801. Учится на телеведущую и подрабатывает стилистом. Любит читать и никогда не останавливается на достигнутом. Познакомится с высоким брюнетом спортивного телосложения, который будет ее баловать и исполнять капризы. Наталья, подходите ко мне. Я прошу всех выйти из твоих комнат и поддержать решение Натальи, которая не пошла ни к одному из вас. Не поняла, почему не пошли ни к кому? Ну, к сожалению, наверное, я вот правильно вы сказали, я уже знаю того человека, который должен быть со мной рядом. Я его вижу, я вижу то будущее, которое я хочу. И, наверное, я стремлюсь к этому человеку и хочу его видеть рядом с собой. А здесь, среди огромного количества молодых, прекрасных мужчин... Замечательно, Наташа. Спасибо вам огромнейшее. Это все здорово. Просто не забывайте смотреть иногда на вторую страницу в паспорте. Да, на дату и год рождения. Правда-правда. Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноче заполняете анкету на сайте Героя Канала, то становитесь участником программы. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс-эмени Героя на номер 4151. Я Лариса Гузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожалуйста. Удачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ликензий, не надо тут меня посмешними выставлять, как будто я пришла тебе навязывать себя. И вот это нормально! Ну супер! Для 27 лет мне так много романов не расстраивает. У него действительно все сбалансировано. Белки и углеводы, молодец. Поверь, я не хочу тебе злобку это причинить. И для меня они не соперницы. А что хотите тогда? И тебя я уже не рассматриваю как мужчин. Не может для тебя любовь и крова не обещать. Прости, прощай.